Центр амбулаторной онкологической помощи. Табличка с таким названием появилась на первом этаже терапевтического корпуса Уваровской центральной районной больницы. Благодаря участию города в национальном проекте здравоохранения, на открытие центра было выделено порядка 20 миллионов рублей. И теперь высокоспециализированную медицинскую помощь смогут получать порядка 79 тысяч человек, жителей города и соседних районов. И задача для нас очень важная, которую поставил нам нацпроект здравоохранения. Это увеличение продолжительности жизни людей, это излечение онкологических заболеваний. Чем раньше мы выявляем онкологическое заболевание, тем высокая вероятность излечения. И здесь сконцентрированы врачи, оборудование, регистратура, что позволит горожанину и позволит нашим гостям с прилегающих территорий приезжать, получать онкологическую помощь, лечение. Онкологическая ситуация в Уварве достаточно сложная, рассказывает зам главного врача ЦРБ Лидия Шандалина. На диспансерном учёте у онколога состоит более полутора тысяч человек. И вся работа больницы направлена на то, чтобы как можно раньше выявить онкологию граждан. У нас определены сроки, в которые мы должны вложиться, обследовать пациента, чтобы в течение 14 дней полностью больной был уже с завершённым диагнозом. И, соответственно, подбирается ему необходимое лечение, выносится план ведения пациента. Это уже с участием консилиума областного онкодиспансера. То ли определяется хирургическое лечение, то ли какие-то другие виды лечения. Значит, это позволит диагностировать заболевание ранее, на ранних сроках. Оказать пациенту своевременную помощь, то ли хирургическую, то ли комбинированная помощь какая-то будет. Но и, соответственно, это направлено на продление жизни пациента и повышение качества его жизни. С открытием центра у нас появились новые возможности, говорит заведующий отделением Артём Воронин. За один день количество пациентов может достигать 25. Ставим на учёт, проводим диагностику, консультируем, можем произвести забор на цитологическое исследование. Только что была проведена операция. Весечение качественного образования кожи с последующим гистологическим исследованием на установление подозрений на качественное образование. С открытием центра у нас появилась такая возможность. Граждане могут обратиться с данной проблемой, диагностируем, обследуем. Онкоцентр рассчитан на приём трёх врачей, два из которых работают. Особенность центра ещё и в том, что он расположен отдельно, но очень удобно, по соседству с диагностическим отделением. То есть, не выходя из здания, больной может пройти УЗИ эндоскопическое исследование. Для более качественного проведения которого приобретены видеоколоноскоп и два видеогастроскопа стоимостью почти 5 миллионов рублей.